Всем привет! Нинка сегодня вот такая вот, недокрашенная, никакая, потому что что? Потому что я еду к косметологу. Сегодня будем убирать вот эти вот, все вот эти морщинки. Вот, нужно колоть диспорт. Все, мы погнали. Ну что, мы уже прокололи. Мне быстро просто опаздывала, торопились, потому что после меня еще, еще, еще люди. Так, где фокус? В общем, мы прокололи сегодня межбровку, и вот эти вот все морщинки, и через две недели у меня все встанет. Но обычно у меня день на четвертый, пятый уже просто лицо не сокращается, как надо. Вот, и через две недели будем делать мезотерапию, будем делать нити на шею, будем в порядок приводить меня. К весне клетушку готовится. Оставайтесь со мной дальше. Пришла к девчонкам на маникюр, смотрите, какие ногти шикарные сделаны. И мне еще и базилик подарили. Блин, я такая довольная. Спасибо огромное. Я уже успела сегодня поработать, только что сделала классный нумерологический расчет по профпредназначению для Наташи из Питера. Сразу хочу сказать спасибо тебе, Наташа, за то, что разрешила пересказать наш с тобой диалог. В общем, Наташа сидит в декрете уже со вторым ребенком подряд, и не знает, чем ей заняться. Она просто уже вся измаялась. Она говорит, я так устала просто от будней мамочки. И хотелось бы отвлечься, заняться каким-то творчеством, что мне подходит. В общем, мы с ней смотрели сферы деятельности, хобби ее смотрели. И у нее везде получается, что ей нужно реализовать себя через творчество, через доставление радости детям, через продукты питания. Мы очень перебирали с ней различные профессии. И из всего списка она говорит, я хочу быть кондитером. Она говорит, курсов всяких полно, все стоит очень дорого, говорит, что делать. Я вспомнила про бесплатный мастер-класс Полины Филимоновой. И предложила Наташе пройти этот мастер-класс. Заодно решила ей поделиться с вами и рассказать вам. Я мастер-класс у Полины Филимоновой проходила лично. Мне он нравится, его для общего развития прошло. Я, конечно, понимаю, что готовить супер какие-то десерты на продажу я не буду. Но дома радовать своих близких, друзей и знакомых почему бы и нет. Печь такую красоту на собственной кухне хотят многие, но не у всех получается. В интернете очень много рецептов, которые пытаешься повторить дома. Но у тебя ничего не выходит. Либо невкусно, либо некрасиво, либо все вместе. А все почему? Потому что есть очень много тонкостей и нюансов, о которых многие умалчивают. Я предлагаю вам начать с бесплатного мастер-класса Полины Филимоновой, на котором она расскажет, как на собственной кухне можно испечь более 35 видов десертов, как свое хобби превратить в профессию и как начать на этом зарабатывать деньги. Вы только посмотрите, какие потрясающие работы делают ее ученики. Классно же! А еще очень здорово, когда есть профессионал, который находится с тобой всегда на связи, в онлайн-режиме, разбирает с тобой ошибки, рассказывает о нюансах и тонкостях, а также отвечает на все возникшие вопросы. Полина Филимонова, кондитер и основатель самой большой кондитерской школы онлайн в Европе. Через ее обучение пошел более 40 тысяч учеников. Учиться у нее просто одно удовольствие, потому что в кондитерском деле очень много различных тонкостей и нюансов. Если вы хотите радовать своих родных и близких вкусными десертами, а также начать зарабатывать на этом деньги, тогда этот мастер-класс точно для вас. Ссылочка в описании под видео. Заходите, регистрируйтесь прямо сейчас, чтобы не упустить такую классную возможность. А это Челябинцы где-то. В общем, у нас грязище. Ждем светофор. Я пошла в Аутберрис, мне нужно забрать посылку. Я не рассказала вам историю. Мне Наташа, она мне говорит о том, что Нин, почему бы тебе не рассказывать своим подписчикам о каких-нибудь бесплатных классных мастер-классах, курсах, чтобы для тех людей, кто хочет поменять свои профессии, чтобы они могли проходить бесплатное обучение. Напишите, интересно ли вам будет такая тема. Если да, то я буду искать какие-то интересные мастер-классы бесплатные и о них рассказывать вам. Вот такая у нас совместно с Наташей из Питера пришла идея в голову. Если вам будет интересно, пишите в комментариях. Вот вроде уже все тает на улице, но все, но прохладно. Прям холодно так. Жду, когда мой любимый варек откроется. Хочу уже нормальных фруктов. Открывайте свои сутки. Сюда должен подъехать Стас. Мы должны с ним съездить еще за одной посылкой на почту. А потом планируем съездить в бассейн поплавать. Так что оставайтесь с нами, будет интересно. Так, забрала одну посылку, дома вам покажу, что там. Стас уже приехал за мной, бегу. Сейчас поедем на почту. На почте тоже получим посылку. Заедем домой. Мне надо смыть косметику перед бассейном. Собрать сумку и поедем плавать. Вот она моя посылочка. Такая увесистая. Сейчас Стаса буду кричать, чтобы тащил ее. Смотрите, какой тут красавчик. Привет, малыш. Ждешь кого-то? Заказали с Стасом суши. Сейчас заберем. Нужно поесть. Потому что вообще сегодня ничего не готовила. Ничего не успеваю. У меня одни расчеты сегодня заняли просто полдня. Полдня девчонкам расписывала, рассчитывала все. Очень немного времени уходит на то, чтобы набрать. С текстом именно. Вот. Так что время сегодня летит незаметно для меня. Практически ничего не успеваю. Сейчас Стас заберет сушенький и пойдем. Поедем домой, покушаем. Вот быстро вам покажу, что мне пришло в посылочках. И отправимся с ним в бассейн. А еще сейчас в конце видео этого вставлю. Для вас кусочек тоже небольшое видео снимала. Почему-то в предыдущий влог я его не вставила. Я так и не поняла, почему. Видимо, либо забыла, либо оно у меня затерялось. Просто вот сейчас нашла. Думаю, поделюсь с вами своим шедевром. Как это было. Что я сделала. В общем, посмотрите. Там красотища. Здесь пришла целая гора разных костюмов и пижам по очень интересным ценам. То есть там костюмы по тысяче, по полторы тысячи. В общем, сниму отдельный обзор. Я думаю, будет интересно. Вот, смотрите. Мужской костюм. Полторы тысячи. Женский спортивный костюм. Тысяча четыреста. Тысяча шестьсот. В общем, цены смешные. Такие расцветочки миленькие. Носочки. Я хотела очень сильно яркие, классные носки разноцветные. Вот они, смотри, прям клевые. Так, тут футболочки. Пижамки. Всякие штучки, туники. Костюмы. Это вот домашний костюм. Тоже должен быть прикольный. Тройка. Мужской костюм. Темно-зеленый с черным цветом. Тоже очень красивый. Вот они вот такие. Я хотела стуканчичные. Очень тоже пижамки. Взяла две. Ну, такие домашние костюмы. Они с разными оттенками идут с лосинами. В общем, буду примерять. Сниму отдельное видео, чтобы все показать. И хотела вам показать, что мне здесь пришло. У меня мои шедевры. Стас мне тут уголок творчества сделал. Здесь, кстати, мозаика. Я ее до сих пор собираю. Я, если честно, уже замучилась ее собирать. Вот. Пока вот так все это дело выглядит. Надеюсь, когда-нибудь дособираю ее. И здесь у меня сейчас распакую покажу. Это такой красивый органайзер для косметики. Смотрите, какой прикольный. Я такой давно хотела, чтобы у меня косметика вся стояла в органайзере, не пылилась. Сейчас буду наводить порядок. На своем столике гримерном. А то у меня здесь, смотрите, какой беспредел. Сейчас это все будет вот здесь. Ну, смотрите, это просто идеалишь какой-то. У меня абсолютно все сюда поместилось. Даже осталось еще место. Сюда еще можно целую кучу всего положить. Здесь маникюрные всякие штучки. Прям вообще крутяк. Я очень довольна. Так, мы идем кушать и едем дальше. Костяшки. Составин Басек приехали и наполнились уже. Капец, у меня спина так болит, потому что это прям жесть просто. Все уже посушилось. Едем домой. Видите, как? На спортике. За нами. Смотрите, парень релаксирует. Смотрите, какая у меня красота получилась. Сейчас пару дней поставлю. Вот. Мое морюшко. Рисовали сегодня море. Форт-лаб. Девчонки сидят дорисовывают. Все стараются, унички. Такая классная студия в Челябинске. Приходите. Довольная морюшко получилась. Тебе понравилось мое море? Красивое? Красивое, говорит. Смотрите. Красота же не описываю. Вообще. Как будто рисовала всю жизнь. Красивое, говорит. Красивое, говорит. Продолжение следует...